Музыка Три дня, 8 команд, 18 матчей, 218 заброшенных мячей, бесконечное количество опасных моментов и высокий градус борьбы. В минувшие выходные на Омском велотреке разыгран Кубок России по флорболу. Школа флорбола Омского, она действительно как бы зарекомендовала себя на территории нашей страны как одна из лучших. И очень хорошо, что мы проводим соревнования именно в Омске, потому что это дает новые такие популяризационные импульсы именно для ребятишек и сегодня в общем-то достаточно прилично зрителей. Три омские команды, Сибирь, Прогресс и Молодежная сборная, два клуба из Новосибирска, Герои и Спортивный город, Новоуренгойские ветераны и Питерские акулы, Свердловский, Дикатлон. Команды сыграли в один круг в своих группах, а затем провели стыковые полуфинальные и финальные встречи. Групповой этап определил лидеров. За третье призовое место боролись ветераны и Прогресс. Противостояние Нового Урингоя и Омска получилось богатым на эмоции и голы. Итоговый счет 9-6 в пользу ветеранов, которые впервые попали в призы на официальном российском турнире. Если брать турнир в целом, то поставлена задача Федерации Нового Урингоя, нами выполнена. Мы сделали шаг вперед по сравнению с прошлым годом. В прошлом году мы заняли четвертое место, выступили в упорной борьбе в команде из Омска. В этом году задача была попасть в тройку, мы ее выполнили. Ну, конечно, хотелось желать лучшего, попасть и играть в финале, но на данный момент соперники оказались немножко сильнее. Чуть-чуть не хватило сил, агрессии. Команда ветеранов очень сильная. Дали бой, но чуть-чуть не хватило опыта, где-то собранности, где-то давления. Ну, чуть-чуть не доработали, вот и результат. Центрально внимательно смотреть, чтобы не выскочили. Это в своей зоне. А в чужой передовой ушите, не сети, но контролируйте. Главный тренер Сибири дает установку на финал. Верный настрой и четкие слаженные действия стали определяющими в противостоянии за главный трофей турнира – Кубок страны. Омская Сибирь в решающем матче с питерскими акулами с первых минут повела себя по-хозяйски. А когда голевой задел стал комфортным, наших флорбаристов уже было не остановить. 14-2. Сибирь спустя пять лет вновь обладатель Кубка России. Наш капитан Арман смог подобрать слова. Мы настроились, вышли, сыграли в свою игру. Через пас, через комбинации, через центр. Все получилось, это хорошо. Несмотря на этот тактический неуспех, мы все же полны оптимизма. Для нас это серьезный вызов, который мы достойно приняли. Не все получалось, но, безусловно, все у нас еще впереди. Очень сильные команды, достойные соперники, прекрасная организация. Ребята продолжат готовиться впереди в финал чемпионата России, который состоится в мае. А в марте ровно через месяц у нас будет второй этап отборочного этапа на финальную часть чемпионата России. Конференция «Восток». Поэтому играем дальше, тренируемся, готовимся.